ну это вот этот я хотел показать что вот это все не там был другой помните смысл предыдущего я показывал как за несколько секунд можно посадить дерево показал и наконец почему наклонился кол это я на тот раз не то что не обратил него некогда вот этот коп простоял вот видите однолетку посадил вот ему два года на кого уже успел сгнить видите постулат металлурга железа мы это я взял за правило спрашивать когда мне кто-то звонит я чувствую чувствую как это самое грамотность у меня слух режет я спрашиваю а вы кто инженер строитель а вы инженер-металлург а вы инженер механик а вы инженеры меня вот это да нас тут половина а те кто не инженер как тот же допустим умнейший мужик медина валяк вот он шофер дальнобойщик наверное у нее есть какое-то образование я был сейчас бы директором поставил бы хоть там научили бы этих ученых садить то правильно какое счастье что у нее нет специального образования коррозия на границе сред вот это я сейчас поймете к чему а это означает что кол наклонился потому что бывало как я выкапывал остатки кого самое слабое место на границе сред а почему тогда деревья не погибают а потому что у них есть специальная корневая шейка специально миллионы лет десятки миллионов сотни миллионов лет это место по принципу вызовет случайно тут чуть-чуть понадежнее чуть-чуть не так боится сырости где-то даже случайно где-то это скорее всего какой-то какое-то отступление то есть где-то даже может быть это и была ошибка генетическая ошибка но когда все погибли сгнили допустим еще такое что такое наводнение что такое дожди в неделями все сгнили а тот который с ошибкой раз у него вот это вот место между вот это вот между почвой и воздухом чуть-чуть понадежнее и постепенно за миллионы лет это место стало самым сильным самым надежным и получила название корневая шейка но понятие корневой шейку кто только чё не вкладывает смотрите корневая шейка место вы серьезных вещах я говорю вот хотите отключайтесь хотите слушайте но тогда вы не будете знать этого место перехода корневой системы растения в стол визуально можно определить небольшое утолщение стол зеленый шейка желтая корневая шейка очень важный центр растения проводящий элемент питания от корней к столу это дыхательный элемент корней но наговорили все это химня ребята внимание читаем железо сейчас поймете постулат железо корневая шейка это генетически это когда-то в учебниках будет почему потому чтобы не издевались на больше на деревья чтобы не гибли миллионами миллиардами еще раз это чтобы убитого в башку студента а потом и всей стране генетически за миллионы лет сформировавшаяся часть дерева расположена на границе земля воздух миллионный лет располагать с особым свойством противостоят разрушению в этом агрессивном самым агрессивным перепады температур и повышенной влажность вместе вот это надо убить башку и тогда знаете что будет вот это вот помните это снимок у меня есть сотни снимков для будущих книг для монографии для все эти самые до экзаменов вот что бывает когда заглублена корневая шейка видели там ниже балакос там она и сейчас караул раскопайте срочно раскопала поздно но это дело не в этом ребята посмотрите сюда вот это было за оси павелемика железа я вам показывал вообще не буду повторять хотя комедия течения так и не согласилась со мной супер специалист так и не согласилась что это никакая не болезнь и что надо обязательно такая комедия течения защищать ошибка страшно она осталась ошибка вот и так же что не связываться с манджурским абрикосами и небезызвестный садовод не заглублять при пассиве есть такое мнение вот небезызвестный это железо он один такой на всей планете вот но дело-то не в этом если она осталась при своем все те же 5-6 сантиметров внимание как она этого понять не может но слушайте дальше в чем принципиальная ошибка прошлый раз я не стал на этом внимание проще не пропустил нашу потом лучше подготовиться в природе их не да в природе то есть понимаете я говорю вспомнили я не говорю что не заглублять то есть даме вот тут вот ну так получилось долго искать она мне фотографии сюда а я пишу взяла разложила чуть-чуть вмяла и говорит это нормально все таки присыпать потом она сама вылезет сама как когда как корешок воткнется но дело не в этом вот мы даже чуть-чуть заглубляем это уже немножко рискуем и вот что она пишет природе их никто не заглубляет но они падают тысячами а просто эти единицы вот именно то есть она как бы против оставаясь вот этих цифрах 5 6 и 2 так она этим как бы спасает деревья иначе они единицы только просто вот так внимание теперь самое главное что она не поняла и то что нужно срочно чтобы этому учили каждого студента сеянцы это ее это она отвечает человеку который как как бы на меня ссылается на безызвестного садовода если посев производится то на 2 сантиметра если летом осенью 5 6 и внимание вот эта праза сеянцы прекрасно разберутся сами как им россии где у них будет радиошейка страшная ошибка миллионы миллиарды потерь именно из этого что никогда дерево ни одно из миллиона не разберется где будет шейка она не будет она еще когда зародыш еще когда косточка еще только положили в холодильник и еще три месяца два три месяца спать уже там есть корневая шейка вот если бы вот это бы было бы понятно вот я раз я пробовал спасти срочно раскапывать поздно и у меня таких примеров сотни 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 ну нельзя так то есть и уже настоящий авторитетный ученый она авторитет вот и в то же время добросовестный она должна от этого отказаться 5-6 сантиметров адиот потому что но потом разгребуть а то есть дошла компромисс да не разгребет никогда сколько я говорю груша гибнет абрикос гибнет разгребайте разгребать ищите плотно корневой вот и вот это же не случайно смотрите глубины вот значит такое ящик списком слой за слоем песок слой костных песок их много не жалко а потом сразу глубины доставить смотрите никогда вот корневая шейка вот корневая шейка вот корневая шейка вот вот и вот и никогда она не будет нигде не в другом месте и никогда она не будет тут просто сгниет и все вот она тут а уровень будет после высадки вот тут и вроде бы простое дело понятно как пять копеек но как получается она найдет сама разберется где быть а за этим такие страшные потери и у меня пол сотни таких вот наблюдений вот смотрите это тоже для учебника вынужден повториться вы в одном из первых вебинаров видели эту фотографию и так закопал закопал растет растет на какую глубину закопал а там написано 10 сантиметров или восемь или семь срочно раскапать чек раскапают чем ему повезло вы видите этот грудь такой супе сейчас она есть супе сало как сало супе скал супе вот она не успела сгнить его раскопал вот столько ну где-то тут полтора спичных коробка где-то 7-8 сантиметров до раскопал докопался до настоящей корневой шейки персик жив и обратите внимание за часть была бы под землей она бы сгнила и дерево погибло это я вам говорю нельзя заставил раскопать и у него после этого проснулись ростовые почки вот они им поможено тут расти положено было не только вот часть сгнила бы это но и будущее почки бы сгнили все бы сгнило вы согласитесь это умнейшие фотографии ну спасибо ему и и и и